На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. Сегодня в Гомеле стартовали областные соревнования по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» дивизион «Б». На протяжении трех дней за победу будут бороться 16 команд. В дивизионе «Б» выступают те дружины, в городах и районах которых нет площадок с искусственным льдом. Победители получат право на участие в республиканском этапе, который пройдет с 24 по 26 марта в Раубичах. «Золотая шайба» является одним из тех видов соревнований, где мы можем смотреть и формировать резерв для спортивных школ, в которых культивируется хоккей-шайбой. Приятно видеть, что в районах, в которых нет ледовых катков, площадок, дворцов, имеются те специалисты, педагоги, которые могут научить каким-то азам, навыкам ребенка стоять на коньках и играть в хоккей. Завтра в Гомеле пройдет фестиваль баскетбольного мастерства «Шаг в будущее». Мероприятие проводится второй год подряд. На этот раз участниками проекта станут юноши и девушки 2009-2010 годов рождения. Программа региональных отборов фестиваля будет состоять из баскетбольной эстафеты и турнира «Один на один». Финал турнира состоится 24 февраля в столичном дворце спорта перед матчем при квалификации мужского чемпионата мира 2023 «Беларусь-Португалия». Напомню, в прошлом году гомельчанка Софья Каменева стала победительницей фестиваля среди девочек. Гомель примет традиционный международный турнир «Кубок Полесья» по киакушинкан-карате. В областной центр приедут бойцы из Беларуси, Украины, России и Казахстана. Соревнования состоятся среди юниоров 12 и 17 лет, мужчин и женщин, а также ветеранов. Турнир пройдет под эгидой Всемирного союза киакушина. Стартует соревнование 22 февраля на площадке Дворца легкой атлетики. В эти выходные в Гомеле пройдет матчевая встреча в рамках юношеской лиги бокса. На площадке областного центра Олимпийского резерва «Единобор» встретятся сборные команды нашего региона и Минска. Начало поединка в 12.00. В соревнованиях участвуют юноши 13 и 14 лет. Матчевые встречи в формате «Команда против команды» проходят второй год. В прошлом году равных не было дружине Витебской области. Спортсмены из Дюшор Гомельского района стали победителями республиканского первенства по самбо. На высшую ступень педестала поднялись Виктория Мажуга, Диана Жукова, Степан Сережков, Даниил Колосов, Александра Козел и Вячеслав Кривошей. Спортсмены, занявшие первое место, представят нашу страну на первенстве Европы по самбо, которая пройдет с 9 по 13 апреля в Болгарии. Подготовку к Олимпиаде в Токио ведут 263 белорусских спортсмена в 27 видах спорта. На данный момент олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 69 человек в 15 видах. У гомельчан пока 11 лицензий. Отборочные турниры продолжатся до конца июня. 32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Пополнили Олимпийскую программу Токио 2020 – бейсбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг. За медали игр в столице Японии будут бороться более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомила Анна Корольчук. Оставайтесь на Беларусь 4.